Мысли веры. 31 августа. Вы нужны. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение Дня Онного. Послание к Евреям, 10 глава, 25 стих. Как чувствует себя повар, тщательно все приготовив, и обнаруживает, что гости не пришли? Усердный пастор-учитель думает таким же образом, когда члены его собрания пропускают служение. «Я благодарен Богу за каждого отдельного члена». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «Я благодарен ему за всех, кто не оставляет собрания и действует еще прилежнее, видя приближение дня Иисуса Христа». Некто сказал, «Если вы приходите в церковь в воскресенье утром, вы любите свою церковь. Если вы приходите воскресным вечером, вы любите вашего пастора. Но если вы приходите в среду вечером, вы любите Бога. Это соответствует действительности. Бог записывает в своей памятной книге каждое посещение церкви верующим. «Я плачу о тех в нашей церкви, кто редко приходит на служение. Для них это или попал, или промазал. Я не упрекаю их, я умоляю их, потому что как пастор я нуждаюсь в их порциях. Точно так же, как строительная бригада нуждается в работниках для выполнения проекта, мы нуждаемся, чтобы каждый отдельный член был в церкви. Благодарю Господа за соработников, где бы они ни были. Бизнесмен нуждается в сотрудниках. Учителям нужны студенты. Пасторам нужны их люди». Карл Стивенс